Всем привет! Сегодня мы посмотрим фильм под названием «Голод». А твой дружок оказался на удивление вкусным. Ну а перед началом хочу поблагодарить Китюшина за поддержку моего канала. И окей, фильм начинается. Я просто пытаюсь выжить. Голод. Кромешная тьма. И только крики смогли разбудить Джордан. Она не понимает, где она оказалась и что вообще происходит. В принципе, как и вторая девушка, которая зовет на помощь. Она говорит, что рядом с ней лежит труп. Сейчас. Боже! Тихо, тихо, тихо. Я тебя не трону. Кто там? Потом оказывается, что в этой тьме есть еще один человек. Девушка, которая больше всех паникует, конечно же считает, что с этим парнем что-то не так. Ему доверять нельзя. Каждый из них не понимает, как он здесь оказался. Вот, например, мужчина просто сидел дома и бац, щелчок. Вдруг он оказывается здесь. А они немного это обсуждают, а потом офигевают от того, что труп очнулся. И оказывается, что у парня просто был сломан нос. Насколько он помнит, его кто-то вырубил и он оказывается тут. К компашке присоединяется еще один мужчина. И, наконец, мы понимаем, что, конечно, все это кто-то спланировал. Тот самый, кто сидит за камерой и за всем этим наблюдает. День второй. И вот уже на второй день маньяк, который здесь всех запер, решает включить свет. И, наконец-то, мы можем нормально познакомиться со всеми персонажами. Начнем, пожалуй, с Джордан. Она спокойная, рассудительная. И даже после того, как она поняла, что находится в очень-очень плохой ситуации, что ее похитили, она не запаниковала, не начала биться головой об стену, кричать, как, например, Анна. Вот Анна, абсолютная истеричка, всего боится и никому не доверяет. В частности, больше всех она не доверяет Гранту. Кстати, о нем. Он, в принципе, абсолютно нормальный человек, и ему еще и приходится доказывать, что он не маньяк, и что он не часть всего этого плана. Следующий у нас Алекс. О нем вообще мало что можно сказать. Он такой очень тихий, и не кричит, и не успокаивает всех. Просто вот стоит в стороне, знаете, такой серая мышь, можно сказать. Полная же противоположность Алекса — это Люк. Вот он точно в стороне стоять не будет. Он дерзкий, резкий и еще очень-очень много всякой дресни наделает. В общем, этот парень чертовски вспыльчивый. И вот компашка, по несчастью, начинает исследовать место, где они находятся. Оказывается, что это какая-то пещера или что, они не могут это понять. А проходят дальше в следующую комнату, видят несколько бочек с водой. Ну, там довольно много воды. А затем смотрят наверх и осознают, что они находятся в колодце. У них есть четыре кружки, четыре огромных бочки с водой и четыре туалетных бумаги. А также понимание, что какой-то больной ублюдок хочет над ними поиздеваться. И на самом деле чертовски интересно смотреть, как люди реагируют на экстремальные ситуации. Ведь у каждого свой характер, и все реагируют по-разному. Кто-то может начать психовать, орать, бить в стену. Кто-то рассуждает, как отсюда выбраться. Кто-то рассуждает, как подольше продержаться. А кто-то просто забился в угол и уже принимает свою неизбежную смерть. Кстати, Люк. Люк абсолютно не умеет контролировать свою агрессию, кричит непонятно кому. И в конце концов ломает лампочку. Однако, Люк не перестает подсерять своей компании. Он решает отмыться от крови в одной из бочек. А когда Грант ему говорит, не надо, ты испортишь воду, он решает туда вообще плюнуть. Грант умудряется усмирить пыл Люка, и так проходит еще один день. Джордан пытается подружиться с Грантом, потому что, видя всех людей, которые здесь находятся, Грант самый адекватный. Кстати, Грант, заметив стену из кирпичей, решает закосплеить Энди Дюфрейна. А вот Джордан старается разобраться, из-за чего они все сюда попали. Возможно, их что-то связывает. А связывает их то, что у всех, у них нету ни близких, ни родственников, ни друзей. В общем, никто их искать не станет. Однако, не только это все их объединяет. И еще так получилось, что каждый из них убил человека. Люк просто хотел забрать деньги у бывшей. В общем, там что-то не срослось, и он ее убил. Ну, короче, чокнутый парень. А вот у Гранта была жена, и она долго мучилась из-за своей болезни. В общем, в один момент она просто попросила, так сказать, закончить ее мучение. И он это сделал. Но потом его осудили, а дочки, кстати, у Гранта есть дочки, они так и не смогли понять поступок отца. Вообще, кстати, блин, такая серьезная мысль. Возможно ли настолько сильно любить человека, что когда он будет в предсмертном уже состоянии, закончить его муки? В общем, напишите в комментариях. Про Джордан и про Анну мы и так ничего и не узнаем, но возможно, вполне возможно, что у них также рельсов пушку. А вот Алекс говорит, что все это ошибка. Он-то никого не убивал, и вообще он сюда случайно попал. Ну, в общем, он требует его отпустить. Однако, наш кукловод даже не собирается этим заниматься. Вообще, кто это такой? Скоро мы узнаем. Ну, а вот на очереди четвертый день, и нашим подопытным скидывают скальпель прямо в колодец. Также на скальпеле есть бумажка, на которой надпись, что человек может прожить без еды только 32 дня. Тут же Джордан рассказывает о своих навыках, в общем, она врач, и говорит, что это скальпель для отрезания кожи и мяса, и, в общем, все в группе понимают, к чему идет дело. Он хочет, чтобы мы... Как можно хотеть такого? Он псих. Грант, как разум команды, хочет забрать этот скальпель и оставить его себе, чтобы, ну, никто, не дай бог, не порезался. Но вот Люк с ним хочет поспорить. Он считает, что у него этот скальпель будет гораздо более в надежных руках. Короче, опять Грант показывает силу и говорит, слушай, школьник, давай-ка успокаивайся. Все немного успокаиваются и вдруг слышат музыку. А оказывается, какая-то парочка приехала поразвлекаться. Музыка. Эй, мы здесь. Эй. Ты ничего не слышал? Нет, не слышал. Соси дальше. Ну, или как-то так. Это музыка, детка. Тут никого нет. Расслабься. Парень, конечно, не хочет прерывать процесс, но пока крики не становятся слишком громкими. В общем, ребята хотят узнать, что это, откуда, и находят колодец, который прибит ключами, на котором лежат камни, которые просто выглядят ужасно. И оттуда кричат люди. В общем, парень думает. Надо сматываться. Там люди, им надо помочь. Чувак определенно смотрел фильмы ужасов. Но так как девушка просит, циклом не хочется выглядеть, в общем, он достает телефон, а там все равно нету связи, и бац, его девушку вырубают. Вновь проявляя чудеса логики, парень пытается убежать, но его тоже вырубают. В общем, попрощаемся с этой парочкой. Они были умными. Точнее, парень. Как оказывается, скинул их вот этот вот мужчина. И он оказывается кукловодом, и вообще, кто это такой? Давайте я вам расскажу. В общем, 35 лет назад. Мальчик вместе со своей мамой попадает в автокатастрофу. Ну, мать не справилась с управлением. Мать погибла на месте, а вот мальчик-то выжил. И ему пришлось около трех недель, а может больше, находиться вместе с матерью в зажатом автомобиле. В общем, ничего ему не оставалось делать, как хавать мамку. Да, вот на такой почве у него случилась психологическая травма, и теперь он запирает людей для того, чтобы они ели друг друга. Вот такой вот у него фетиш. Ну, или, скорее всего, он пытается оправдать себя, что у него тогда не было выхода. И вот сейчас он посмотрит на людей, что у них тоже не будет выхода, а они начнут жрать друг друга. Собственно, никто не спас нашу компашку, они, конечно, из-за этого психуют, и наступает пятый день. Анна подходит к Джордан и спрашивает, а каково вообще умирать от голода? Ну, и Джордан рассказывает. А как умирают? Голодной смертью. Что произойдет с вашим телом, если практиковать голодание 3, 7, 21 и 40 дней? Сегодня очень популярно так называемое водное лечебное голодание, суть которого заключается в полном отказе от пищи и употреблении исключительно жидкости, воды. Ну, Джордан рассказала просто более страшную версию того, что я вам включал. Кратко, у вас просто постепенно начнет отказывать каждый механизм вашего тела, и в конце концов вы умрете. Тащим-то, каждый справляется по-своему. Вот Алекс хочет похавать стену, некоторые едят мох, который находит. И вот 17-й день. У Гранта наконец-то получилось вытащить кирпичик. И уже вместе с компашкой они выломали чертову стену. И все полны надежды. Мы у него не первые. С этого момента все полны отчаяния. Да, Джордан все еще пытается приободрить Гранта, сказав, что мы выберемся, у нас все получится. Но как-то не верится. Не верится Гранту, а все потому, что он очень болен, у него проблемы с сердцем, и как бы с каждым днем его вероятность смерти увеличивается. Сердце пошаливает уже много лет. Тогда тебе нужны лекарства. А, да, серьезно? Сейчас в магазин сбегаю. Тебе, кстати, что-нибудь взять? Но, блин, более очевидные фразы тут просто нельзя придумать. Да, ему нужны таблетки. Да, действительно. А вам нужно покушать. А еще было бы неплохо помыться. Ну, что еще очевидного скажешь? 20-й день. И тут, оказывается, Алекс уже, ну, немножечко поехал к крыше. В общем, он спаривает тараканов. Не знаю, может быть, чтобы съесть их потомство. Но Люк не выдерживает и хавает одного из тараканов. Алекс сильно злится на него, однако потом тоже хавает своего друга тараканчика. Урод. Грант и Джордан становятся все ближе друг к другу. И Грант даже рассказывает песенку, которую пел своим дочерям, когда им было страшно. Собственно, эту песню Джордан запомнит. Ну, а вот Люк, сточив тараканчика, получив энергию, пытается вскарабкаться по колодцу. Однако только портит свои ногти и пальцы. Затем к нему приходит Анна, и поверьте, это суккуб. Суккуб убийства. В общем, она нашептала на ухо Люку, что у Гранта проблемы со здоровьем. И поэтому тот ночью решился его убить. Однако убийство не удается. Начинается дикая борьба, по итогам которой Люка забарывают. И Джордан уже хочет его убить. Давай. Джордан? Нет. Ну, как бы осознаете, да? Анна сама подговорила Люка, однако, когда его хотели завалить, она была не против. В общем, с этого момента Люка привязали, и, наверное, тяжело будет уснуть, когда ты понимаешь, что в любой момент тебя могут убить. Джордан угрожает Люку и приказывает ему успокоиться, однако тот похож на стример Аватарлса и говорит ей. 23-й день, обстановка накаляется до предела. Гранту все хуже и хуже, Люк продолжает говорить, да давайте мы его съедим. А Грант, в принципе, и сам не против. Но он прав. Я умираю. Но, конечно же, Джордан даже не рассматривает такую ситуацию, иначе, если они его съедят, это превратит их в чудовище. Поэтому Джордан и Грант засыпают, и... Прости. Давайте, кончайте его. Кончайте его. Давайте. И да, Алекс вместе с Анной, даже без Люка, умудряются забить Гранта. Развяжите меня, я с вами. И, недолго думая, они его съедают. Даже не знаю, кто из них ест противнее. В общем, в итоге, и Люка развязали, он сказал, что Грант был очень-очень вкусным. И вообще, Люк говорит, вот раньше я был связан, а теперь ты связан. Ну что, нравится? Наступает очередной день, и... Держи меня замуженей, ты вам забивай. Но нашего психованного кукловода волнует лишь одно. Почему Джордан его не ест? Так, это странно. То есть, каждый поддался, он себя уже оправдал в той ситуации, когда съел мать. Но Джордан, Джордан все равно не теряет человеческого облика и не ест. Не ест мясо. 27-й день. И тут Анна решает дать воды Джордан. Сказать, что она ее понимает, что все хорошо. Джордан говорит, что пацаны ей манипулируют. И тут Анна все выдает. Что она настоящая суккупша, и что это она всеми заманипулировала. Страшно, очень страшно. А еще вы знали то, что человеческое мясо это отличный возбудитель. Но, по крайней мере, Анна и Люк потрахались. И вот на 28-й день у Алекса окончательно начала ехать кукуха. Плод человека надо есть свежий. Пока в ней осталась живая сущность. Хуя, вы меня с сумасшатым поселили, блядь! Он же мудак полный, блядь! И действительно, когда Люк отворачивается, Алекс нападает на Анну. Но, благо, Люк ее спасает. В общем, тыры-пыры, пока Алекс. На 29-й день Джордан очень тихо и осторожно развязывается. Ворует скальпель. И запирается в комнате с водой. Попутно, кстати, она смогла умудриться выбить глаз Люку. Что ж, кукловод поражается, поражается выдержке этой девушки, что она до сих пор никого не поела, и она держится, она остается человеком. И вот наступает 30-й день, у ребят обновляется циферблат, и они так радуются, будто бы все закончилось. Выжили! 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 Но, конечно, никто их отпускать не собирается. И я вот думаю, скорее всего, выживет Люк, да? И он убьет всех. И всех съест. И когда он уже всех съест, и останется только он один, он что, будет? Понимал, я могу себя лишь хавать, одинокий каннибал. 31-й день. И Анна приходит к Джордан, молит ту открыть дверь, говорит, что Люк спит, и говорит, что он ее убьет, если она не откроет дверь. И, возможно, даже Джордан поверила бы ей, если бы до этого Анна не рассказала о том, что она все как бы подстроила, все убийства, а потом в итоге Джордан вообще увидела ноги Люка. День 33-й, хавают Алекса, и Люку не понравилось, как Анна на него смотрит. Не смотри на меня! Короче, он ее задушил, и как раз в этот момент вышла Джордан, и уже добила Люка. Она все еще смотрит на тебя. И вот, остается одна Джордан. Она кричит в камеру, что что ты хочешь? Что бы я съела? Что бы я съела этих людей? А, ну, конечно, как бы, кукловод хочет именно этого. Но Джордан просто оставляет надпись на крышке, не показывает ее, конечно, в камеру, ложится в угол и принимает свою смерть. Кстати, она еще сломала лампочку, но это так, к слову. И вот, день за днем проходит, и, конечно же, кукловод не может просто сидеть на месте. Что она там написала? Что за этой крышкой? Что вообще происходит? Ну, и в один день он решается все-таки к ней спуститься, она же все равно умерла. Берет фонарик и идет туда, достает эту крышку, и там написан текст из песни, которую говорил Грант, когда его дочерям было страшно. Ну, конечно же, Джордан не погибла. В общем, она убивает кукловода осколком кости, поднимается наверх, хоть вся-вся уже вымотанная, уставшая, и до последнего я реально думал, что она не сможет выбраться, и типа умрет вот прямо-прямо на выходе. Но вроде как нет. Не, вроде как она выжила. Получается... Хэппи-энд! Ну, вот такой вот фильм получился. И смотрится, я вам скажу, он довольно бодро. Плюс смотреть, как люди попали в очень экстренную ситуацию, как каждый из них будет себя проявлять, кто первым потеряет человеческое лицо, ну, довольно-таки действительно интересно. И хоть и видно, что фильм снят за три бутылки водки где-то, ну, примерно такой у него бюджет, все равно камерность и актерская игра интересная. И да, это круто. Это было круто. Почему так мало фильмов, которые исследуют человеческий голод? Вот я лично могу вспомнить один фильм, где чуваки застряли в пещере, и они в итоге вообще тянули палочку, у кого они съедят первым. Вот, и тоже съели одну девчонку. А так я больше никаких фильмов не могу вспомнить. Так, ну а теперь, почему меня так долго не было? В общем, Ютуб мне кинул страйк за видос прошлый, я его не смог никак оспорить, и ладно, окей, хорошо, больше такой жести я не буду выпускать, как прошлый видос. Но это меня навело на мысль, что нужно, во-первых, хранить исходники видосов, чтобы, если что, я мог загрузить либо в ТГ-канал, либо куда-нибудь еще. Короче, с этого момента я буду загружать все свои, перезагружать все свои ролики в группу ВКонтакте. Ссылка, если что, в описании, в закрепленном комментарии. Там, например, вот этот вот пересказ будет с нормальной картинкой, а не с увеличенной, потому что... Увеличенная картинка, потому что из-за авторских прав. В общем, не могу я нормальную картинку сделать. Вот. Но в группе ВКонтакте вы обязательно можете его нормально посмотреть. Дальше, что еще? Могу сказать, что теперь с этого момента пошлости будет меньше, а уж пошлости с какими-нибудь малолетками все, их точно не будет никогда. Ни в коем случае. Теперь на моих превьюхах будут только женщины от 45 лет. Все, я Милфхантер с этого момента, потому что Ютубу вообще это абсолютно не нравится. Если вдруг кто не знал, да, мне страйки кинули там за безопасность детей, что-то такое. Но вообще тупость, короче, максимальная. Хотя этот фильм, который я пересказывал, прошлый, он полностью, полностью, от начала до конца лежит на Ютубе. Весь. Если что, посмотрите. Моя маленькая принцесса, он полностью есть на Ютубе. Но меня вот заблокировали. Вот так вот. Ну, ладно, хорошо. С этого момента меньше жести, меньше пошлости, и больше рофла обзоров каких-то. Да, больше буду склоняться в сторону обзоров, и больше в сторону хорроров, или каких-то просто интересных фильмов. Ну, а вам хочу сказать огромное спасибо тем, кто ждал, тем, кто досмотрел до этого момента вообще, вот эту всю мою болтовню. Спасибо вам огромное. Буду для вас стараться, и надеюсь, что сейчас прямо начну часто выпускать ролики. Так что не забывайте писать свои комментарии, которые я все, кстати, читаю, ставить свои лайки и бахать в колокольчик, чтобы самыми первыми узнавать о новых пересказах. Всех обнял.